Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Алиса Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Британский центр безопасности полетов извинился за проверку самолета аэрофлота в аэропорту Лондона. Далее все это и многое другое подробно. Из-за экономически неоправданных расходов железная дорога Молдовы закроет 14 ЖД-станций, причем предприятия закроют их самостоятельно, без согласования с местными публичными властями. Законопроект, который предусматривает поправки в Кодекс железнодорожного транспорта, был одобрен Кабинетом министров. По решению правительства, железная дорога Молдовы закроют 14 железнодорожных станций. Помимо того, что они не оснащены необходимым оборудованием, ежегодно на их содержание расходуются десятки миллионов леев. Так, в правительстве уточнили, что сейчас есть станции, которые никак не задействованы в работе предприятием. При этом, ЖД Молдовы финансирует их работу, а также оплату труда пяти работников на каждой станции. Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Цель проекта – оптимизировать расходы государственного предприятия ЖД Молдовы, а также сохранить железнодорожные станции путем их консервации. Вступление в силу этого закона позволит предприятию сэкономить порядка 20-25 миллионов леев ежегодно. Среди 14 станций, которые будут закрыты, такие как «Заим», «Мирень», «Бахмут», «Хаджимус» и «Хелиуть». В соответствии с решением правительства, сотрудники всех железнодорожных платформ будут переведены на другие станции. При этом, закрытие предыдущих не приведет к изменению маршрутов поездов. Напомним, что власти планируют реформу железной дороги Молдовы. Согласно новой концепции, ее разделят на три других госпредприятия. Одно из них будет заниматься пассажирскими перевозками, второе – грузоперевозками, а третье – управлять инфраструктурой. В рамках реформы также запланирована покупка новых локомотивов. Ремонт трассы Кишинел-Унгень-Скулень еще не закончен, а асфальт, уложенный на некоторых участках дороги, уже дает первые трещины, причем у самого выезда из столицы. Из-за большого трафика, погодных условий и передвижения большегрузных машин, гладкий асфальт превратился в смесь валунов, песка и камней. Новая, казалось бы, дорога. Для любого водителя этот участок при выезде из Кишинел в сторону Трушень может показаться не хуже стандартной европейской трассы. Однако, проехав буквально несколько километров, можно заметить и первые валуны, скрытые песком и камнями от находящейся рядом стройки. Дорога здесь уже, как видно, далека от идеала, а водителям приходится ездить по традиционным для Молдовы трещинам. Состояние дороги на разных ее участках заметно отличается. Если одна часть трассы еще в хорошем состоянии, то ближе к обочине ситуация совершенно иная. У близлежащего к дороге участка, где ведется активное строительство жилого комплекса, образовались трещины. Кроме того, нередко на дорогу выезжают и большегрузные машины, а вслед за ними несется волна пыли и грязи. Напомним, ремонт трассы Кишноунгинску-Лень начался еще в 2014 году. Дорогу протяженностью в 92 километра обещали сдать в эксплуатацию в течение двух лет. Потом срок продлили – до октября 2017 года. А недавно в Министерстве экономики заявили, что ремонт закончится до конца нынешнего года. Все эти задержки уже привлекли внимание и высокопоставленных лиц. Так ранее по поводу затянувшегося ремонта трассы высказался и спикер Андриан Канду. Тем, кто проводил здесь работу, должно быть стыдно за то, что дорога, связанная с ЕС, не сдана в эксплуатацию спустя три года с момента начала ремонтных работ. С экономической точки зрения географическое положение Унген является очень выгодным, и его нужно использовать должным образом, чтобы регион мог быстрее развиваться в последующие годы. Написал Канду в соцсетях. Напомним, стоимость ремонта трассы Кишно-Унгенску-Лень составляет около 90 миллионов евро. Средства были выделены Европейским инвестиционным банком. Наталья Фомина, Сергей Липодат, Вести, Молдова. 10 миллионов долларов на внедрение проекта реформа образования в Молдове. Эти средства нашей стране предоставит Всемирный банк. Проект, который рассчитан до 2020 года, предусматривает действия по повышению качества и эффективности начального и среднего образования. В ближайшие годы в Республике Молдова особое внимание будет уделяться сфере образования, где предусматривается внедрение целого ряда проектов. В частности, до 2020 года рассчитана реализация реформы по улучшению качества и эффективности начального и среднего образования. В этой связи Всемирный банк предоставит нашей стране 10 миллионов долларов. Деньги пойдут на модернизацию школьной инфраструктуры, пересмотр учебной программы и улучшение подготовки преподавателей, работающих с детьми с особыми потребностями. Из общей финансовой помощи 1 миллион 700 тысяч долларов потратят на реконструкцию двух окруженных школ. Кроме того, 160 образовательных учреждений оснастят лабораториями и компьютерами. Напомню, что проект реформа образования в Молдове финансируется Всемирным банком посредством Международной ассоциации развития. Проект включает в себя три направления работы – улучшение качества образования, оптимизация образовательного сектора, а также наращивание потенциала Министерства образования, культуры и исследований для мониторинга реформ. Молдова и Россия укрепляют сотрудничество в области культуры. Накануне посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуцев встретился с мэром Красноярска Сергеем Ереминым. По итогам встречи стороны договорились открыть в Красноярске Молдавский культурный центр с торговым домом, а также почетное консульство нашей страны. С российским чиновником Андрей Негуцев обсуждал и возможность реализации совместных гуманитарных проектов в вопросе расширения экономических связей между Красноярским краем и Молдовой. Обратил внимание посол Молдовы в России и на активное сотрудничество в сфере образования. Так, благодаря подписанию соглашения между краем и нашей страной, вот уже шесть лет российские и молдавские студенты могут провести несколько семестров на учебе или стажировке в университетах двух стран. И еще о международном сотрудничестве. Оформление на сезонные работы в Польше теперь будет проводиться по упрощенной процедуре. Так, польские работодатели смогут нанять иностранных рабочих на 9 месяцев, подав соответствующую заявку и предоставив доказательства, что этим они не закрывают потребности в сотрудниках местным рынком труда. При этом штраф за незаконное трудоустройство может достигнуть 10 тысяч долларов. Польша намерена упростить правила оформления документов для трудовых мигрантов. Так, при найме сезонных рабочих, польский работодатель должен будет представить всего два вида документов. Это заявка, в которой он обязуется выплачивать иностранцу за работные платы, не ниже, чем у других работников, граждан Польши, выполняющих такую же работу. Второй документ представляет из себя доказательства, что работодатель не может закрыть потребности в сотрудниках локальным рынком труда. Правила распространяются на трудовых мигрантов из Молдовы, Украины, Белоруссии, России и Армении, которые смогут работать в Польше в течение 9 месяцев. При этом увеличивается штраф за незаконное трудоустройство иностранца до 30 тысяч злотых, что приравнивается к 10 тысячам долларов США. Участятся и проверки работодателя со стороны миграционной службы. Таким образом, польские власти намерены повысить контроль за количеством въездных иностранцев и их фактическим количеством на рабочих местах. К проблемам столичным. Местные органы власти Кишинео не используют все возможности, чтобы улучшить ситуацию с городским транспортом, а также допускают нанесение многомиллионного ущерба бюджету столицы. К такому выводу пришли аудиторы счетной палаты, оценив эффективность организации услуг общественных пассажироперевозок, а также управление госимуществом поставщиками этих услуг. Аудиторы счетной палаты привели оценку соответствия и эффективности организации и мониторинга местными органами власти услуг общественных пассажироперевозок, а также управление госимуществом поставщиками этих услуг. В результате чего были установлены многочисленные нарушения, которые наносят значительный ущерб бюджету города. Местные сборы на услуги перевозок пассажиров осуществляются необоснованно и непрозрачно, а муниципальные предприятия не соблюдают соотношения цены и эффективность транспортных услуг, что приводит к многомиллионным убыткам, заявляют специалисты. Также аудиторы констатировали, что ранее представленные рекомендации счетной палаты не выполнялись или выполнялись частично. Управление электротранспорта не зарегистрировало в кадастровых органах здания стоимостью в 43,5 миллиона леев. Есть нарушения в указании балансовой стоимости имущества. Также было выявлено, что пять экономических агентов обслуживали девять маршрутов без заключения контрактов на эти услуги. Кроме того, аудиторы установили, что на местном уровне отсутствуют организационные и административные ресурсы для разработки реальных стратегий по улучшению городской транспортной системы. В муниципе Кишинел не применяются современные технологии оплаты услуг, не разработаны оптимальные схемы маршрутов, не проведена реконструкция транспортных предприятий и прочее. Специалисты также подсчитали, что объединение управления электротранспорта Кишинел и автобусного парка позволит сэкономить более трех миллионов леев ежегодно. Ни один ребенок в столице не останется без внимания муниципальных властей. Это обещает кандидат мэра от партии социалистов Ион Чабан. Он считает, что зачисление детей в дошкольные учреждения должно строго контролироваться, а работающий там персонал получает надбавки к зарплате. Впрочем, все это уже прописано в предвыборной программе кандидата-социалиста. Республиканский центр детей и молодежи Арктика. Здесь кандидат по СРМ представил ту часть своей предвыборной концепции, что касается воспитания и помощи в развитии подрастающего поколения. В качестве мэра столицы Ион Чабан обещает сделать все, чтобы ни один ребенок не остался без поддержки муниципальных властей, в особенности те, чьи родители за границей. После своего избрания он намерен построить во дворах многоэтажек еще 150 игровых площадок и столько же спортивных комплексов, отремонтировать детские сады, а процесс зачисления в них поставить под строгий контроль. Мы включили в предвыборную программу частичный или полный ремонт 80 детских садов. В этом контексте сообщаю, что запись в детские сады будет производиться онлайн, корректно, а не как на сегодняшний день. Таким образом, каждый родитель сможет проверить, каким подсчет его ребенок стоит в очереди и дату, когда он получит направление. Иоанн Чабан добавил, что инициатива ПСРМ о 50-процентной надбавке к зарплате персоналу детских садов остается в силе. Его команда подготовила также программу помощи талантливым детям. Кроме того, в рамках соглашений с местными и зарубежными партнерами школы будут оснащены современными лабораториями и спортивным оборудованием. Особое внимание кандидат ПСРМ направит на поддержку молодых семей. А для решения жилищной проблемы бюджетников будут запущены программы «Мой дом» и «Доступное жилье». Ольга Гриненко, Руслан Каунов, Вести, Молдова. Люди находятся на грани отчаяния, а все проблемы Кишинео не только не решены, но и никем не услышаны. Такое мнение высказал глава избирательного штаба, кандидата на пост генерального мэра Кишинео Андрея Анастасия Александру Македон. При этом подчеркнул, что изменить ситуацию в корне готова команда Анастасия. Накануне команда Андрея Анастасия кандидата на пост мэра Кишинео от партии «Платформа достоинства и правда» провела встречу с жителями столицы, в ходе которой обсуждались проблемы, с которыми горожане сталкиваются изо дня в день. Начиная от мусора у детских игровых площадок, спеленных деревьев и заканчивая разрушенными парками и незаконным строительством во дворах жилых домов. По словам главы избирательного штаба Анастасия Александра Македона, люди находятся на грани отчаяния, так как их голос не имеет значения для коррумпированных представителей мэрии. А все проблемы Кишинео не только не решены, но и никем не услышаны. Поэтому команда Андрея Анастасия настроена решительно и готова изменить ситуацию в корне. Мы больше не будем мириться с подобным отношением к обычным людям. Вместе с командой Андрея Анастасия мы сделаем все возможные, чтобы превратить Кишинео в город, в котором захочется жить. Сказал глава избирательного штаба Андрея Анастасия Александр Македон. Напомним, ранее глава партии «Действия и солидарность» Майя Санду не только поддержала кандидатуру Анастасии на пост мэра столицы, но и призвала других, уже выдвинутых претендентов, отказаться от участия в выборах в пользу единого кандидата Андрея Анастасия. Свой призыв председатель ПАС направила всем тем, кому дорого проевропейское будущее Республики Молдова, и тем, кто стремится, чтобы столицу возглавил ответственный человек. По словам Майя Санду, чтобы удовлетворить интересы всех сторон, можно провести переговоры относительно предвыборной программы единого кандидата. Лидер партии «Действия и солидарность» считает, что именно единство способно обеспечить результат на нынешних местных выборах. Отметим, что либерально-демократическая партия также объявила о своей поддержке лидеру партии «Платформа достоинства и правда» Андрею Анастасии на местных выборах. За 10 лет архитектура Кишинев была полностью разрушена. Такое мнение высказал кандидат от партии «Демократия дома» на должность мэра столицы Василий Костюк. Кандидат опубликовал и соответствующее видео в соцсетях, в котором демонстрируют череду пристроек в жилых домах по улице Алба-Юлия. Так, Костюк уверен, что разрешения на строительство большей части этих пристроек были получены незаконно. При этом не были соблюдены нормы противопожарной безопасности, а также нарушены правила строительства. А это значит, что в случае землетрясения дома могут просто-напросто обрушиться. Василий Костюк заявил, что для наведения порядка в этой сфере потребуется как минимум 4 года. Также он призвал горожан голосовать за кандидата, который сможет решить проблему незаконного строительства в муниципии. Представители столичной мэрии обвинения Костюка пока что не прокомментировали. Продолжаем выпуск. Генеральный консул Молдовы в Стамбуле Вячеслав Филипп отозван с должности. Такое решение приняло правительство. Основанием для этого послужило уголовное дело, открытое на имя генконсула. Напомним, что его обвиняют в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением. Так, в середине ноября 2016 года Вячеслава Филиппа задержали по подозрению в коррупции при выдаче документов, разрешающим иностранным гражданам находиться в Молдове. Уже в 2017 году расследование по данному факту было завершено, а дело было передано в суд. Если вина дипломата будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Кроме того, он не сможет занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет. Адвоката из города Кахул поймали с поличным в момент получения взятки в размере 1000 евро. Операцию по задержанию провели сотрудники Национального антикоррупционного центра. Деньги передала супруга, обвиняемого которой защитник пообещал, что прокуроры не оспорят решение суда первой инстанции об оправдании супруги заявителя. От этой же супружеской пары адвокат ранее получил 2000 евро, обещая взамен, что уголовное дело, открыто на их имя по факту выращивания запрещенных растений, не будет передано в суд. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Триян Бесеску никогда не будет баллотироваться на пост депутата Молдавского парламента. Об этом бывший президент Румынии, почетный председатель партии Национального единства Республики Молдова, заявил на передаче одного из частных телеканалов. Бесеску отметил, что хотел бы иметь в нашей стране партию, которая бы занималась продвижением идей об объединении Румынии и Молдовы. Говоря о местных выборах в молдавской столице, бывший румынский лидер сообщил, что предложил бывшему мэру Кишинеу Дарину Кертуаке выдвинуть совместного кандидата. Но последний так ничего и не ответил. В то же время, по мнению Бесеску, шанс объединения унионистских сил на выборах есть. Это станет возможным, если кандидат одного из унионистских политформирований пройдет во второй тур выборов, отметил он. Молдавские таможенники готовы к увеличению транспортного потока на Радоницу. По информации таможенной службы, в этих целях было увеличено число сотрудников ведомства и контрольного оборудования. Было решено использовать все контрольные участки, независимо от направления пересечения государственной границы, а также вовлечь руководителей таможенных постов и их заместителей в процесс таможенного оформления. Все эти меры, по данным специалистов службы, позволят сократить время ожидания на таможенных постах. Круговой перекресток в секторе Рыжкань, возможно, будет освещаться при помощи солнечных батарей. С таким предложением выступил претер этого района Николая Балаур. По его словам, в апреле круговая развязка на Московском проспекте и улице Киевской, а также близлежащий пешеходный переход будут отремонтированы. На реализацию нового проекта деньги предоставит румынская компания. Как отметил Николай Балаур, благодаря этому проекту эта зона города станет очень привлекательной. Круговая развязка не только будет обновлена, но и будет освещена при помощи солнечных батарей. Кроме того, на пешеходном переходе планируется нанести разметку на основе термопластика. Министерство внутренних дел Молдовы предложило снизить минимально допустимый уровень алкогольного опьянения для водителей. В соответствии с поправками, минимальный уровень содержания алкоголя в крови водителей может быть снижен с 0,3 до 0,2 грамма на литр, а в выдыхаемом воздухе с 0,15 до 0,1 миллиграмма на литр. Такие поправки предложены в Уголовный кодекс, а также кодекс о правонарушениях, которые вынесут на публичные консультации. Также в соответствии с предложением МВД будет увеличен минимальный уровень сильного алкогольного опьянения, которое уже считается преступлением. Так, если раньше преступлением считалось содержание от 0,5 до 1 грамма на литр в крови, то сейчас от 0,3 до 0,5 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе. В Молдове снижены цены на более 1400 видов лекарств. Соответствующий приказ будет опубликован в Мониторл Офичиал. В агентстве по лекарствам и медицинским изделиям речь идет о снижении цен на 9,3%. Их пересмотр связан с повышением на 3% курса лея по отношению к евро и доллару. Таким образом, снизилась цена на антибиотики, нейролептики, дерматологические препараты, витамины, поливитамины, препараты для сердечно-сосудистой системы, противоспалительные препараты от кашля и отхаркивающие препараты, а также другие медикаменты. Кроме того, агентство пересмотрело цены на 2015 лекарств, включенных в перечень социальных. Молдавскому теннисисту Раду Албат не удалось пробиться в четвертьфинал турнира Маракеши. Таким образом, Албат проиграл англичанину Кайлу Эдмунду с результатом 2-6, 4-6 в матче за выход в четвертьфинал на турнире серии ATP 250 Гран-при Хасан 2. Призовой фонд турнира составил 561 тысячу евро. Напомним, что ранее молдавский теннисист Раду Албат вышел в четвертьфинал турнира Окленд ATP в Новой Зеландии, одержав победу в новом году. Так, 28-летнему игроку удалось выбить из борьбы британца Клейна Брайдена 28-3-ю ракетку мира. Продолжаем выпуск. 15 и 16 апреля в дни поминовения усопших жители и гости столицы, которые поедут на автомобили на кладбище Святого Лазаря, смогут припарковать транспортные средства на близлежащих улицах. Как сообщает мэрия столицы, дополнительные парковочные места будут выделены по улицам Дойна, Соколеньку, Корелор, Язулу и Анкарская. В целом было определено порядка 1200 парковочных мест. Тем временем не следует забывать, что в родительский день движение транспорта, за исключением общественного, по улице Дойна, участок между улицей Соколень и главным входом на кладбище Святого Лазаря, будет приостановлено. А вот ремонтные бригады АПК «Кишинев» в поминальные дни останутся на службе. В пресс-релизе предприятия сообщается, что звонки в диспетчерской будут приниматься, как всегда, круглосуточно. В Радоницу 10 бригад останутся дежурить на случай прорыва водопроводных сетей, а также 2 бригады, если авария произойдет в системе канализации. В случае необходимости количество ремонтников будет увеличено, заявил поставщик. Отметим, что в пасхальные дни оперативная ремонтная служба АПК «Кишинев» устранила порядка 100 аварий. Между тем, более тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в поминальные дни в Молдове. Об этом сообщили представители правоохранительных органов в ходе пресс-конференции. Также полицейские выступили с рядом рекомендаций для жителей страны. В дни поминовения усопших полицейские будут мобилизованы. Более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок и безопасное дорожное движение. Уже начиная с сегодняшнего дня по направлению к выезду из Кишинев будет наблюдаться большое скопление машин. То же самое касается и субботы, когда из столицы продолжат выезжать много транспортных средств. В связи с этим будет удвоено количество экипажей патрульной полиции на трассах Кишинев в направлении выезда из столицы. Также мы ожидаем обратный поток машин в Кишинев в понедельник во второй половине дня. Павел Апостол также дал несколько полезных советов водителям на период праздников. Не превышать скоростной режим, не садиться за роль в состоянии алкогольного опьянения и придерживаться рекомендаций патрульных полицейских. В ходе пресс-конференции правоохранительные органы также отметили, что в праздничные дни по обыкновению увеличивается число квартирных и криминальных краж, в связи с чем призвали граждан быть бдительнее. В первую очередь покидая свою квартиру, позаботьтесь о том, чтобы закрыть все окна и двери. Во-вторых, не сообщайте никому, что вы уезжаете из дома. В-третьих, будьте внимательны, следите за своими личными вещами, когда выходите в места массового скопления людей. Также не оставляйте ценные вещи в своих автомобилях, поскольку они являются своеобразным сигналом для потенциального вора, предупреждают представители правоохранительных органов. По данным полиции, в прошлом году в период праздников было зарегистрировано 118 происшествий, большинство из которых кражи. Таковы вести к этому часу. С вами была Олесика Иряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.